Bonjour, chers amis, on va prendre avec vous une poésie, c'est Rosa Faché, et le poète c'est Victor Hugo. Alors, c'est pas long, это не длинное стихотворение, посмотрите, у нас 4 четверостишья, будем рассматривать каждое по отдельности. Я медленно читаю, читаю по слогам и еще делаю определенные комментарии по поводу сложных звуков. Здесь, как мне кажется, сложными звуками является открытый О, есть О, например, как ЛЁ или БАТО, это звук заднего ряда, то есть у нас есть 3 ряда, передний, средний и вот здесь третий ряд, задний. И во французском есть два вида О, О, которое глубоко произносится и О, которое вот здесь прямо у губ. И вот, например, ЛЁ, вода или БАТО или СЭБУ, это красиво, я сейчас утрирую специально, чтобы вы это прочувствовали, то это здесь, в третьем ряду, а, например, здесь слова АДОРА или же ЭКЛЁРА, и тут сложность в том, что не надо произносить Э, например, КЁР, ДОР, или же еще ЭКЛЁР, чтобы это не было ЭКЛЁР, и я вам предлагаю делать такое упражнение, вы можете, например, здесь у нас О, стараться произносить О и Э, контролируя себя, например, АДОР, АДОР, ЭКЛЁР, ЭКЛЁР, КЁР, КОР. Если слышите разницу, пытайтесь это произносить, можете себя отдельно записать на диктофон и послушать, удается ли вам дифференцировать это. И по поводу перевода, переводить не буду, потому что красиво я все равно не переведу, поэзию специальные люди переводят, они этому учатся и так далее, я красиво не переведу. Некрасиво вы можете сами, уже учитесь это делать, вот у вас название, Google у всех есть, вы берете ищите по названию текст и переводите в переводчике, который тоже есть в онлайне, чтобы мы с вами на это время не тратили. И давайте прочтем, ну тут кюрель или фаше, это уже, чтобы вы уже какие-то мысли по этому поводу имели, это о ссоре, это о кто-то злой, но также я предлагаю вам сейчас уже, например, до прослушивания стихотворения, может быть, перевести и потом включить меня. Если вы это сделали, давайте посмотрим. Деклор, 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 деклор. Деклор, деклор. Деклор, 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 мягче сделала, уже не тот звук. На моем примере, видите, как легко ошибиться. Давайте посмотрим. Округляем губы, опускаем рот вниз. Французский именно потому такой красивый, что там очень быстро нужно менять позицию рта, открывать его, закрывать. Вот вы сегодня узнали, если первый раз слышали, что можно звуки произносить здесь, некоторые в французском, некоторые прямо у кончика. То есть, и когда вот все такое разное, мы подсознательно удивляемся тому, как этот человек делает, мы этого не понимаем. И большинству именно поэтому нравится французский язык. Дальше. Губы так. Дальше. Мон – это носовой. Там просто М и О носовая. Чтобы был красивый носовой, есть упражнение, можете у меня найти, там есть видео. И следите за тем, смотрите на себя в зеркало, чтобы у вас рот после О не закрывался. Вот прям смотрите. Мон – а потом закрываете, потому что иногда закрывается сразу и уже появляется Н, а этого быть не должно. Дальше. Дьё. Закрытый О. Дьё. Дьё. Пас-кон. Опять носовой. Са. Открываем широко рот. Дор. О. Открытый О. Са-дор. А-пэ-н-н. А- открываем максимально. Пэ-н-н. И н-н касается нюб и зубов. Н-н. А-пэ-н. Сет-он-ди. Туа. Туа. Быстро. Кё. Ву. Су. А-т. Дэ. Клэр. Ensuite. Лё. Акруглён. Кёр. Широк и большой. Какие разные здесь звуки. Посмотрите на мой рот. Лё. Кёр. Тир. Сюр. Сон. Н. Смотрите на вас, чтобы точно так же было, чтобы рот то раскрывался, то вытягивался в трубочку, то вытягивался в широкую трубочку, etc. Ла-зюр-фуи. Ла-зюр-фуи. Ла-м. М. Звонкая. Не м. А ла-м. Э-ди-верс. Ла-мур. У. Это один из всех звуков наряду с о закрытым, который произносится здесь. Даже глубже, чем у русская. Если бы по-русски, это было бы мур. Ла-мур. Нет. А ла-мур. У. Прямо её толкайте туда себе, в затылок. Ла-мур. Э-тон. Сь-ель. Давайте мы с вами здесь нарисуем вот такую дугу, чтобы вы понимали, делается связка. Ла-мур. Э-тон. Сь-ель. Ки-пле-у. Закрыты. Ки-пле-у. Сюр. Ле-за-му-ре-у. А-верс. Мы сейчас по слога будем читать. Вы будете повторять за мной. И закрепим. Де-мэм. Кан. Сколько букв? Звука только два. К и А носовой. Кан. Оставили рот открытым. Кан. Сан-зэ-фро-а. Дон. Ла. Открытый о. Фо. Вам нужно понять. Вот о. Она прямо вот здесь на кончике. Фо. Рэ. Кэ. Жуан. Дор. Ещё даже можно открытие сделать. Дор. Я очень с этим мучилась. Казалось бы, произнести о, я помню, на первом курсе не было плохо. Так что я вас понимаю. И вот это с домиком значит здесь. Ро-де. Он-ва-ро-де. Сюр-ла-фоа. Де-про-мэс. Де-ло-рор. Де-ло-рор. Ещё раз давайте. Де-ло-рор. И voilà. Следующий. Последний. Он-пе-т-э-т-р-пэ-р-и. Вот это «э» после «р». Мы её не выделяем. Она просто призвуком появляется, поскольку здесь две согласные. Дальше согласные. То есть нужно между ними что-то поставить, чтобы полегче было. Он-пе-т-э-т-р-пэ-т-э-т-р-п-э-т-р-и-с-у-а-р. Мягкая. Не совсем «к», но мягче, чем «к». Следите за тем, когда вы произносите «и», чтобы язык внизу лежал на дне рта и касался зубов. И, знаете, так лежал и не поднимался, просто вот плоско. Не забудьте здесь связку. Ничего нового не появляется, но просто постарайтесь произнести как одно слово «паран-гро». Следите за тем, чтобы «ж» не оглушали, не появлялось «ш». Странно, но иногда звуки нам кажутся лёгкими. Ну «и», ну «н», ну «м», ну что-то ещё и так далее. А кажется, что именно по ним можно узнать иностранство. То есть условно носовые вы скоро начнёте произносить, и вы их или произносите, или нет. То есть тут в этом ничего такого нет. Но когда вы не обращаете внимания, как вы произносите «эн», или немножко оглушаете нюаж, уже слышно, что что-то не то, и вот поэтому узнаёшь, что человек иностранец. Так что на эти моменты тоже сразу обращайте внимание. Смотрите, сейчас мы будем читать по слогам. Вы можете даже включить диктофон и записывать и меня, и вас. Я произношу, вы произносите формижуток. А потом переслушайте, и вот будете уже понимать со стороны, как это получается у вас, насколько хорошо получается, и что можно было бы улучшить. Давайте. Une querelle. Pourquoi? Mon Dieu. Parce qu'on s'adore. A peine sait-on dit-toi «le cœur tire sur son «ne» Субтитры создавал DimaTorzok Qui pleut sur les amoureux averse De même qu'on sent zèvres roi Dans la forêt que le joint dort On va rôder Sur la foi des promesses de l'aurore On peut être pris le soir Car le beau temps souvent triche Par un gros muage noir Qui n'était pas sur la fiche Et voilà Maintenant je vais lire Réciter Non, lire Parce que je ne l'ai pas apprise encore La poésie Mais quand même Une querelle Pourquoi ? Parce qu'on s'adore À peine s'étendit toi Que vous sois des clores Le cœur tire sur son nœud L'azur fuit L'âme est diverse L'amour est en ciel qui pleut Sur les amoureux averse De même Quand sans zèvres roi Dans la forêt que le joint dort On va rôder sur la foi Des promesses de l'aurore On peut être pris le soir Car le beau temps souvent triche Par un gros nuage noir Qui n'était pas sur la fiche Et voilà Alors est-ce que vous aimez la poésie ? C'est tout pour aujourd'hui À bientôt